Привет, дорогие друзья! Давайте попытаемся еще раз почитать, перечитать официальное заявление Федеральной службы безопасности о том, как, кем, при каких обстоятельствах взорван мост, кто несет ответственность. Также давайте подумаем, а к чему это привело? То есть получилось ли добиться каких-то определенных результатов? Итак, Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом РФ установлено, что организатором теракта на Крымском мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины и руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. О том, что этот подрыв совершила служба безопасности Украины, начали инсайдить украинские СМИ-помойки, сразу же украинские правды там всякие, они начали об этом писать. Я сразу же написал в Телеграме, что СБУ не имеет никакого отношения к исполнению этого высокопрофессионально совершенного теракта. Мы уже видим по логистике, по всему, это высокопрофессионально совершенный теракт. Тогда начали заявлять на высоком уровне, там, сенатор Морозов заявил, что СБУ превратилось в крысиное гнездо международного терроризма. Путин на встрече с главой Следственного комитета Бастрыкина говорил более расплывчато. Авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины. Именно с тем, что изначально полагали, будто бы СБУ, которые, по сути, взяли на себя ответственность за этот тракт, являются главными ответственными. Вот из-за этого полетели ракеты в главк СБУ, тогда, когда произошел обстрел города Киева. И ракеты тогда прилетели в парк Шевченко. Но вот спустя несколько дней почетная роль главного исполнителя теракта досталась генералу Буданову, Кириллу Буданову. Некоторые российские СМИ еще до сих пор этого не поняли. И по старинке, ну, это показатель уровня редакторов, которые готовят новости, назвали уже Буданова главой СБУ. И вновь к первой теме ФСБ несколько минут назад сообщило новые подробности расследования теракта на Крымском мосту, организатором которого является Служба безопасности Украины во главе с ее руководителем Кириллом Будановым. Со своей стороны должен заметить, что путать Малюка, исполняющего обязанности главы СБУ, и Буданова, в корне неверно, несмотря на отношения. Завдет трус, Абдулла воин. Откуда появился Буданов? Ну, его прошлое сокрыто пеленой тайны, он проводил какие-то операции, был неоднократно ранен, и в 2020 году, 5 августа, Зеленский назначил его на место Бурбы, потому что раньше ГУР управлял Бурба некий. Бурбу сняли, тогда был провал со спецоперацией по Вагнеровцам, сейчас уже подзабылось на фоне других всевозможных вещей, а тогда это напрямую грозило Зеленскому, и вполне возможно этот скандал бы все-таки стал его последним скандалом, вместе с, ну там оно по накопительной шло, вы же помните, да, и офшоры, и все остальное, но случилось 24 февраля, и Зеленский вдруг превратился в очень героического человека. Так вот, Бурбу тогда убрали и назначили Буданова. Почему назначил Буданова? Именно потому, что Буданов специалист по диверсиям и террористическим актам, причем хороший специалист, достаточно молодой человек, стал генералом и получил такую серьезную должность. Что он осуществлял? 2016 год, инцидент в Крыму так называемый, когда сотрудники ФСБ столкнулись с украинской ДРГ, погибло несколько сотрудников ФСБ, в частности подполковник. Тогда украинская сторона отказывалась от этого и говорила же бред, это все чепуха и так далее. Одного из участников инцидента тогда Россия задержала, а потом он пошел на обмен. И впоследствии, я вам уже рассказывал, просто напоминаю еще раз, вот это вот делал Буданов. Впоследствии, в 2020 году, в разговоре, когда всплыл разговор Порошенко с Байденом, Байден отчитывал Порошенко и выказывал свое неудовольствие за эту спецоперацию, за эту, по сути, диверсию. Но были у Буданова вещи, которые были и скандальные вещи. К примеру, возвращение судьи Чауса, а это его выкрали, конечно же, люди Буданова из Молдовы, но Молдова сделала вид, что она не замечает этого. Вот выкрали, для чего выкрали? Для того, чтобы замочить Порошенко. Судье Чаусу помогали уйти из Украины люди Порошенко. Зеленский выкрал его для того, чтобы замочить Порошенко. Но оказалось, что это больше проблем может принести, чем пользы. Вторая скандальная история, что Буданов живет в одном доме с гражданином России Гагелашвили, он же был советником министра. Не подумайте ничего такого, Буданов, его жена и этот Гагелашвили. Просто дом у них не 100 метров, а чуть побольше. А Гагелашвили, в свою очередь, попал в скандал. Даже заместитель министра был, конечно. Он некорректно общался с подчиненными, матюкался и занимался темными делами под видом борьбы с наркоманией, как говорят. Ну и Зеленского привлекло в Буданове, ему прощается многое. Вот такие мелочи просто прощаются. Почему? Потому что он привлек Зеленского именно тем, что он крупный специалист тайных спецопераций. Ни для кого не секрет, что у него такой послужной список. Плюс, интересно, что он прогнозировал вторжение в январе-феврале. Это именно тогда, когда Зеленский сам мычал о том, что никакого вторжения не будет, заспокойтесь и так далее. В целом, сейчас россияне могли четко убедиться в том, что украинская разведка эффективно работает и за границей Российской Федерации. Тут еще интересно по поводу эффективности. После того, как невменяемая Денисова, которая рассказывала про изнасилование, и всевозможные гадости, вышла на помойку, Буданов, как говорят, перехватил функцию человека, который отвечает за обмены. И посмотрите, как они проходят. Очень тихо и очень выгодно для Украины. Иногда несколько человек меняются на несколько десятков человек. Всегда обставляется возврат обмененных очень красиво. Вот вчера вернулось более 30 украинских военнослужащих. И сколько вернулось со стороны Российской Федерации? Вот на момент записи этого видео я так и не знаю. А на вчерашний вечер многие даже говорили, что это фейк. Потому что люди просто не представляют, что такое может быть, что произошел обмен, а о нем никто не знает. Я еще раз повторю, российская информационная машина так и не научилась нормально работать. И поэтому происходит просто сюрреализм. Потому что российские источники в итоге ссылаются на украинские СМИ, которые сообщают об обмене 32 человек, но и мертвым обменялись. Это очень странная ситуация. Короче, читаем дальше. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со встроительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. В начале августа отправлено из морского порта Одессы в болгарский город Руссе. Итак, что мы имеем? Одесса, речной порт в Болгарии, морской порт Грузии, Армения, опять, наверное, Грузия, Краснодарский край, Крым. Очень много пограничных досмотров. Появляется фотография этих палетов с этой пленкой, которая была сделана в Армении. Там не заметили ничего даже на рентгене. Возможно, это объясняет то, почему ГИБДД не увидела ничего особенного в Фуре, которая потом въедет на мост. На рентген ее даже не загоняли, сообщается. К слову, с рентгеном украинские средства массовой информации разогнали фейк, в который отлично нырнули и российские пользователи в том числе. Фишка в том, что они заметили несоответствие осей на Фуре. Фура на самом деле разница с той, что была на Крымском мосту. Но суть в том, что перевозчики менялись. Это почему-то никто не берет во внимание. Как Груз оказался в Болгарии, как он вдруг пошел по Дунаю и оказался в этом Руте. Он вышел из Одессы. Одесса, порт, он вышел на 100%, ну, на 99%, да, в рамках зерновой сделки. По условиям этой сделки, досмотром судов с зерном из Украины, должен заниматься специально созданный координационный центр в Стамбуле. И тут уже возник вопрос. Возник вопрос у россиян. Так если так просто выезжают взрывчатые вещества из Украины, так может быть таким же образом в Украину заходит оружие какое-то? Может секретное какое-то? Таким образом в ноябре сделка может быть и не продлена Российской Федерации. Теперь в российских СМИ абсолютно справедливо отмечают, что созданная для помощи голодающим детям Африки этот коридор вполне возможно используется для того, чтобы совершать диверсии, террористические акты. В сухом остатке мост потрепали, хорошо потрепали нервы, но при этом его не уничтожили. И идут восстановление, идут восстановительные работы. Однозначно был нанесен определенный удар по репутации, по символу на самом деле, но в ответку получили удары по критической инфраструктуре и это нанесло большой урон. Не дай бог, если они будут продолжать. На некоторые говорят, что если они будут продолжать по электростанциям большей мощности, то это будет реально трындец и погружение во тьму. Другие некоторые говорят, что продолжать не будут, потому что происходит торг, некий торг, 30% выведенный из строя, показали, смотри, мы это можем и опять происходит торг какой-то с западом, мы всего не знаем. Мы знаем то, что мост восстанавливают. Мы знаем то, что сейчас подпорчены будут отношения с Турцией. Я мягко говорю. Потому что Турция, несмотря на то, что она продает байрактары Украине, вести большие дела все-таки намеревается с Российской Федерацией. Конечно же, начнут возмущаться в Европе, потому что это как бы нужно Африке, это все зерно, но идет оно в Европу. И как отнесутся к этому в Африке, тоже неизвестно в Африке и в Азии, потому что от этого зависят все-таки цены на продовольствие. То есть больше все-таки подосрали. Красивая спецоперация. Но просто, может быть, никто-то не продумал результаты этой спецоперации. Что сделает ООН? ООН, скорее всего, заявит, что необходимо продлевать сделку, все голодающие дети Африки. Но Российская Федерация может моментально припомнить ООН осуждение обстрелов Киева, при неосуждении подрыва на мосту. Кроме того, Генеральная Ассамблея дважды отвергла предложение России проводить тайное голосование по резолюции, посвященной Украине. Выводы это промежуточные, ибо мы не знаем, что будет завтра. Но на сегодня результат от этой спецоперации по мосту для меня вполне не очевиден, как победа Киева. Посмотрим завтра. Пока. А, и это еще опять-таки нанизывая на то, что по моей информации, они планируют продолжать. Потому что Зеленский считает, что эх, пока.